не знаю не знаю дорогие друзья сколько буду так жить вот три года до так живу плитку сегодня привезли плитку сегодня привезли что вы думаете в дороге дороге пару квадратных метров разбили дороги сюда когда в сочи наехал все поэтому собственно говоря пришел дмитрий саняш домой пришел дмитрий саняш домой и что он видит первый день ремонта первый день ремонта плитку укладывать не можем разбили ждем еще неделю пока приедет она дальше шером и снимаем багет на котором держался потолок на нем держался потолок мы его соответственно снимаем больше нам не понадобится потому что впоследствии мы собственно говоря вот эти недочеты все счищаем потолок будет у нас полироваться шлифоваться и будет оставаться 65 андреayنا решили бетонным на веки векового мы оставим его бетонный поэтому все клопы которые решат приходить на в гости в будущем они уже не смогут нежиться на потолке мыши которые разрешит забегать и бегать по нашему натяжному потолку тоже не смогут собственно говоря вот шара попросил чтоб сильно не пылил он поэтому агат аккуратненько все делаю говорит можете говорить спокойно отдыхать зале говорит все аккуратненько не переживаете говорит все хорошо все аккуратно так на улице у нас сегодня ваня весь день нам что делал гидроизолировал снаружи у нас перекрытие потому что фасад был сделан в доме максимально не качественно не утеплен поэтому дорогие друзья у нас протечка протечка и когда у нас шер снял здесь собственно говоря бой сорвал натяжной потолок мы увидели в этом углу что у нас намокает 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 что перекрытие а следовательно и обои собирается плесень тогда это буду плесень мы вытравили всю а вот ну и сейчас продолжаем подготовку стен и потолка к будущей таскать отделки в зале я тоже решил потолок оставить бетонный абсолютно так сказать не вкладывая сюда дополнительных усилий сделаем трековый свет все оставим здесь спокойно на днях я думаю все-таки замутим там дополнительно трассу кондиционера в этом углу она необходима нам собственно говоря поэтому а потом на стены сделаем финишной шпатлевкой шерсть делает так сказать нам нанесет в общем обычные такие линии увидели какую ресторане у новикова так и будет вот поэтому вот наш диван вот наше массажное кресло вот наша соответственно таскать жидкость для обработки плесени вот таких условиях теперь собственно говоря живем а что делать по-другому никак заказали на новый ламинат сюда заказали новый ламинат сюда заказали новый ламинат на второй этаж но не заказали ламинат в эту спальню вот пожалуйста уже к спальню гостевая приезжайте в гости вот пожалуйста гостевая спальня в эту спальню не заказали ламинат потому что просто не заказали здесь не планировали вообще делать ремонт заказали девять дверей три внизу двери четыре наверху еще две двери на соколь заказали двери взяли простые 20 тысяч рублей одна дверь вместе с фурнитурой так что еще разувайся беги то еще друзья переделывать всегда дороже запомните это раз навсегда андреевна жила смотрите как королева жила на диванчике нежилась постоянно там соц сетях кайфовала теперь смотрите где ее кабинет вот ее кабинет спряталась лапшу взяла и как бы кайфует двери смотрите какие у королевы здесь стоят двери какие откосы какие доборы все четко вот так вот она теперь живет друзья вот ее тапочки пожалуйста от армане а где ландрин сюда пыль я думаю тоже сикшик там столько пыли да ну что делать сам себя не похвалишь никто не похвалит я молодец да я молодец почему я молодец смотрите потому что я соседу вот так вот вывел трубу аккуратно не 20 дырок в стене подпорной что потом он улавливал собственно эту воду по всему огороду одну единственную такую двухсоточку ему и он поймал эту всю воду которая пришла от соседей от меня и так далее сейчас допустим сосед сливает бассейн смотрите ко мне все это дело вот она поступает а раньше раньше когда не было приемных колодцев не было этого колодца да не было того колодца который мы с вами сделали там в конце помните колодец огромный да мне и там из четырех дырок поступала вода топила весь огород а сейчас дренажная вода спокойно отрабатывает вот пожалуйста соседская вода все приходит во второй приемный колодец и аккуратненько я потом все это направляю соседу одной трубой приедет человек будет сделать застройку скажет дима спасибо тебе огромное потому что мне не придется улавливать здесь еще раз говорит 20 дырок всю эту историю так что касается фасада я вам напоминаю друзья мы уже прожили больше трех лет у нас к сожалению большому был сделан фасад изначально некачественно мы этим не занимались мужик покупали дом таскать был сделан фасад некачественным в чем некачество во первых он не был утеплен это раз здесь сокольный этаж с этой стороны я немножко сейчас утеплил плексом хотя неправильно надо было утеплять по большому счету здесь ваты плексом утепляется в том случае если собственно говоря это находится все под землей я из другой стороны из 3 утеплил плексом и здесь уже тоже утеплил плекс в этом нет ничего страшного кто-то это делает пенопластом конце концов вот но по хорошему счету как бы надо было здесь сделать дорогие друзья каменную вату возможно будущем когда я буду переделать фасад я всю эту историю передел так вот фасад был сделан некачественно плане чего дом построен монолитный каркас газоблочное заполнение многие считают сочи из местных что утеплять газоблок не нужно на самом деле нужно утеплять хотя бы пятерочкой хотя бы троечкой каменной ваты но в идеале как бы пятерочкой а можно как бы не поскупиться десяточка но десяточка очень дорого поэтому пятерочка принципе достаточно вот а у нас собственно когда мы купили все самого начала вот здесь на перекрытие второго этажа вот в этом ровном месте собственно говоря то есть в зале верху и у нас палец екатерины и внизу в углу намокал мы не придавали там намокала сям намокала окна собственно говоря у нас опять же впитывали влагу так как не были гидроизолированы оконной группой мы вызывали в том году ваня он приезжал и он нам помогал собственно говоря со своим альпинистским снаряжением помогал нам собственно и делал нам здесь гидроизоляцию поэтому мы окна так сказать с окнами справились через оконной группы уже вода так сказать не попадает и оттуда раньше попадала на подложку попадала на ламинацию это букла суета разъезжалась и так далее вот а сейчас у нас внутри так как вы знаете переделка идёт определенное нам приходится как бы локальный исправлять эти моменты потому что делать заново весь фасад это миллион и миллионы рублей вот поэтому у нас дом большой как бы поэтому приходится вот локально таскать наносить сначала где то где у нас есть трещины носить собственно говоря силикон потом делать ну сначала заделывать герметиком потом собственно говоря специальные гидроизолирующие определенные такие ленты где необходимо где серьезные щели вот потом собственно грунтовка потом краска очень несколько этапов все это дело локально исправлять локально исправлять это все тоже деньги но по-другому никак иначе это надо переделать по хорошему счету это надо все переделать капитально не локально а капитально но уже как бы не в этом году однозначно то же самое вот здесь например от обратите внимание вот просто чтобы вас было понимать только лишь в этом году мы просто так как здесь изначально опять же не правильно были установлены окна да не были сделаны закладные не были сделаны отливы как положено да на окнах делать закладные когда их устанавливаешь перед тем потом соответственно металлические отливы вы просто подлили бетон потому что иначе у нас там была вот такая вот череп мы просто его подлили здесь на 7 естественно с бетоном что происходит бетон естественно намокает а Последователи намокают все полы, которые у нас находятся внутри помещения. Однозначно. Однозначно намокают все полы, которые у нас, собственно говоря, находятся в помещении. Да, вот я сейчас вам покажу. То есть это наша будущая рабочая зона, наш будущий, собственно говоря, офис. Наша комьюнити здесь будет расположена. Вы все помните, да, это комната переговоров. Дмитрий Александрович будет там после тяжелых переговоров, так сказать, находиться и думать о жизни. Вот здесь будет рабочая зона, когда-то все-таки логотип компании, рабочий стол, как я вам уже рассказывал. Там будет у нас санузел, здесь будет просто кладовая для хранения там чего-то, чего-то. Здесь будет кухонная зона, здесь будет обеденная зона, зона ТВ, диван, вид, собственно. И вот это все намокает, понимаете, да, потому что здесь что нет? Здесь нет закладных, окна были установлены изначально неправильно. Поэтому здесь намокает, здесь намокает, в углу намокает, потому что, ну вы понимаете почему, Потому что нет гидроизоляции, того всего 5-го, 10-го. Но к этому помещению мы вернемся когда-либо, я не знаю, когда это будет на самом деле. Надо заниматься сначала домом, еще может быть в следующем году, непонятно, когда мы вернемся к этому помещению. Я просто сделал перегородки, пока появилась такая техническая возможность и необходимость. Все, и мы его теперь оставляем, это помещение, в принципе, с вами в покое. Ну, про сауну я вообще отдельно молчу. Сейчас немножко пару слов еще про бассейн. Так, друзья, ну и немножко по бассейну, чтобы у вас было понимание. Мы все-таки продолжаем, погодные условия нам позволяют, поэтому наши специалисты, лучшие ребята в городе Сочи потихонечку продолжают. И вы уже видите прекрасно, как здесь все устроено. Я снимал коротенькие ролики, показывал. Здесь недавно присутствовал великолепный инструмент, который способствует, так сказать, делать штукатурные работы качественно. Лазерный построитель плоскостей. Здесь также у нас есть такой огромный-огромный шпатель. Вот, поэтому у нас есть в команде профессионал, его зовут Максим. Вот, и он, собственно говоря, своими ручками все это здесь сделает потихонечку. Вот вы уже можете видеть, как будущее, так сказать, дно бассейна. Не дно, понимаете, по жизни, а будущее дно бассейна, собственно говоря. Стены, все, естественно, по морякам, выставляли, все делали. Вот так вот все у нас аккуратненько. Работа еще ведется. На днях будем потихонечку заканчивать, доделывать, собственно говоря, лестницу, на которой вы видите. И знаете, мы сделали площадку специально вот такую 80 сантиметров для того, чтобы, собственно говоря, детки там могли, если маленькие детки у вас, вы приехали в гости, они там будут, собственно говоря, стоять. Вы с ними будете рядом сидеть, у вас будет коктейльчик и так далее и там подобное. Поэтому потихонечку работа по бассейну продолжается. Тоже мы это не забываем все. Делаем все. Поэтому наблюдайте, как говорится, за нашей стройкой, за нашими ремонтами. Будет интересно. И вам это все, я уверен, в будущем, когда все это закончится. Да, Мани? Все это вам понравится, как и этот товарищ. Вот ведь уходят, гуляют как хозяин, кайфуют, подтягиваются. В общем, по бассейну тоже потихонечку делаем работу, друзья. Прошлый ролик, когда вышел, «Мой дом, мои проблемы» он назывался. «Мой дом в Сочи, только мои проблемы». Многие написали, зачем так жить, всю жизнь в стройке и так далее и тому подобное. В общем, масса была, так сказать. Кто-то звонил, кто-то писал, обсуждали и так далее. Я еще раз хочу сказать вам, что смотрите, эти ролики снимаются не для того, чтобы там пожаловаться, привлечь, так сказать, ваше внимание в плане какой-то жалости и так далее и тому подобное. Нет, абсолютно. Это просто история, понимаете, наша жизнь и наша история. В принципе, здесь вся правда налицо и вы уже сами делаете выводы. Купить вам дом поменьше, купить вам дом побольше, у вас может быть 100 миллионов рублей, а может быть у вас 10 миллионов рублей, может быть вообще не стоит покупать дома. Допустим, вчера разговаривал, семейная пара позвонила, 20 миллионов бюджета, разговаривал часа полтора. В оконцовке позвонили по конкретному дому, хотели купить у меня. В оконцовке все закончилось с тем, что договорились, что я буду подбирать им квартиру, потому что я объяснил, говорю, ребята, ну дом это вообще не ваша история. Они поняли, что оказывается дом это не их история, представляете? То есть мы поговорили, хотя я мог спокойно продать им дом, как бы, да, не этот, другой. Вот, но тем не менее, вот я их отговорил, вот такой вот я вот продавец. Так, что касается, вот, собственно говоря, цен, друзья, ну цены разные абсолютно. Вот, допустим, Ванька частично, так сказать, проводит ремонт фасада, просто какие-то трещины замазывает и все это делает, чтобы было понимание. 15 тысяч в день у человека стоит работы, 15 тысяч в день, вот, это для меня. Может быть, для вас была бы другая цена, может быть, 20, может быть, дешевле. Ну, вот, для меня, как бы, вот такая. Пока-пока, пока, пока, все. Вот, что касается самого бассейна, ну вот сами будете себе делать бассейн, допустим, 12 метров на 3, обойдется вам миллионов 5 примерно. Закажете на фирме, ну, я думаю, миллионов 7 вам объявят примерно. Опять же, все зависит от оборудования, от комплектующих и так далее. То есть в Сочи это дорогое удовольствие, бассейн. Я еще 3 года назад узнавал бассейн 10 на 3, пластиковый, чтобы не привезли, закопали. Вот, в Дагомысе у нас производство там есть, собственно говоря, да. Вот, еще тогда мне объявляли 3, 200 или 3,5 миллиона рублей. Поэтому это тоже дорогая, как бы, история. Фасад полностью переделать, даже боюсь вам называть цифры, как бы, самый простой из Караеда, там, ну, минимум, там, пару миллионов, как бы, отдадите, это 2 миллиона, я думаю, не уложите. То есть, опять же, в зависимости, что будете делать, да, там, утеплитель какой, трешка, пятерка, десятка, ну, и так далее, и тому подобное. Из чего, как, ну, короче, много всяких нюансов, какой краской потом красить, какие материалы использовать. А так, по хорошему счету, если какой-то дорогой, хороший фасад делать, то спокойно 4-5 улетит, то есть на раз-два вообще, даже не задумываюсь. Поэтому, да, сейчас купить что-то готовое, готовое, нормально, абсолютно, вот тот дом, допустим, я продавал, сколько вам раз показывал, такой классный дом, классный фасад, обалденный, с бассейном дом, продавали, там, и за 32 его, там, кто-то в Авито выставлял, и так далее. Классный дом, ну, просто шикарный, мне он очень нравится, вот застройщик, обалденный, с Крымской приехал, мужчина сделал этот единственный дом, стал больше с вашим Сочи связываться не собираюсь, и, как бы, это, вот на днях его, как бы, купили, 29 миллионов рублей. Ну, задаток внесли, но я думаю, что сделка спокойно состоится. Как бы, ну, и классный, он классный вы сделали, реально, там, и придомователь, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Вот я, например, понимаю, что, например, для того, чтобы мой дом довести до ума, примерно еще, ну, где-то, наверное, тоже, наверное, там, может, 15, может, 20 миллионов, примерно, примерно, примерно. Поэтому, конечно, есть возможность купить сразу классный, как бы, у нас не было такой возможности, у нас на все про все было в свое время 15 миллионов, и, конечно, купить что-то хорошее, качественное, ну, не получалось, поэтому, как бы, такая история. Чего Андреевна, рассказывай. День следующий, какой день уже сегодня, стройки? Испытаешь удовольствие или, наоборот, нервы? Да какое удовольствие, это дискомфорт. Одно дело, когда ты, может быть, где-то объект, а когда ты живешь в этом, то, конечно, больше дискомфорт, чем удовольствие. Ну, да. У нас приходится это все это убирать, мыть. А что ты, белые решетки купила? Бежевые? Нету. Мне кажется, бежевые, белые решетки на доме будут убого смотреться, нет? Это ты назад? Пару дней, они будут черные. А, проблем нет, согласен, да. Да, верно, тоже верно. Ну, в принципе, смотри, кстати, вот этим цветом покрывается, было бы нормально, да, так, сдалека, так-то, в принципе, ну, неплохо, в принципе, ну, я имею в виду более-менее хотя бы хоть что-то, да, там? Да. Хоть не белый, по крайней мере. Вон, Ваня, продолжает у нас, вот этот угол весь, который у нас там протекает, непонятно откуда. И он загрунтовал, загрунтовал, вот, пожалуйста, герметиком. Он весь тресутый фасад он загрунтовал, и потом его тоже покрасим специальной краской. Андреевна только что привезла, да, пойдем покажем. Это тоже будем наводить порядок здесь, потому что это, ну, ужас просто. Колпаки все-таки, наконец-таки решили колпаки заказать на крышу, да? Дошли до этого все-таки. Понимали, что дойдем, показывай, что за краска, по чем? Пять тысяч. Пять тысяч банка? Угу. Они ее колеруют, или? Да, колеруют. А, колеруют, да? Да. Ну, короче, это бежевая, да, получается? Да. Что еще взяла? Две банкеты, чередит, грунтовку. А, вот это вот что? А это пойдем покажем, для чего ты взяла. Вот такая грунтовка, да? Да. Давай, хоть покажи, для чего. Мы же жили три года, у нас тут трубы торчат, посмотрите. Птицы. Слушай, это тоже надо будет заделывать. Вот это тоже надо будет все грунтовать. Блин, что я тупанула, нам нужна была еще одна такая же. Вон туда, на эту. Да? А что, поесть купишь? Нет, конечно. А как? Друзья, вот она, пожалуйста. Это у нас вентиляция в санузел. Это в ванную комнату. Вентиляция на кухне, посмотрите. Вентиляция на кухне. Вентиляция на кухне. Три года. Ну а что это? Вытяжка. Да, вытяжка. Вытяжка на кухне, три года у нас уже, смотрите. Дмитрий Саныч, стыдно? Стыдно. Вроде по разным оргазмам подачал. Покрасим сверху. Да, Андреевна. Дел, конечно, не в проворот еще. Хрен знает сколько. Похолодало. 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 Смотри, как разрушилось здесь. Да, вот. Как разрушился все это. Тоже надо все это заделать. Так, ну что? Покрыль. Сегодня уже пленка лежит. Вчера все это капало краска на этот. Ну, смотрите, это нижнее перекрытие. Покрыли полностью. Прогрунтовали. Покрыли мы его. Смотрите, друзья. Дом же не утеплен. Это караэт. А перекрытие... Только перекрытие утеплены. И поэтому, видите, они так выступают. Когда раньше отливов не было, вся вода лилась потоком, и все это поразрушало там и так далее. Поэтому вот это перекрытие отработали. Это перекрытие тоже, соответственно, прогрунтовали и тоже покрасили. Так. А почему мы вверх еще не покрасили? Вот это верхний. Потому что он только загрунтованный. А, все-все-все-все. Все это тоже. Видите, какие трещины тоже прогрунтовали тоже соответственно будем покрывать вот этой резиновой краской ну потом балкон я хочу эту сторону на самом деле тоже хочу отработать сюда меньше всего дождей попадает конечно но тем не менее поэтому дорогие друзья очередной раз напоминаю вам 224 квадратных метров классическая кровля с которой вы не будете знать никаких хлопот бассейн друзья бассейн пожалуйста 8 метров все все что вам нужно огород все что можно было переделать все переделали 224 квадратных метра 5 и 3 сотки земли все удовольствие 28 миллионов рублей вот дом это хлопоты нескончаемые удовольствие сейчас да ну пошли пошли покажешь внутри какие пойдем покажут ли какие у тебя нет я вот уже не уверен что в этом году мы летом парковку зальем не уверен скорее всего придется еще пару машин щебня привозить бери все пойдем почистим было ваша стала наша у нас все тут свет горит да это мое кресло императорское кресло заходим заходи катюш давай удовольствие рассказ все здесь все понятно здесь ничего не поменялось здесь за два дня ничего не поменялось пошучал работники не приходили ничего не сделали у них выходной до вот сегодня кольцо купили так так что еще одну а где дети один в школе на занятии а маленький саду сейчас уже проснулся а он просто гулял собака везде сама гуляла что не выпускал ученую выпустил везде везде бегом но хоть объяснить ему что он не про не как кошка так ну что ждем дождей будем проверять он и красит он и красит почему по-моему работает нет по-моему работает или нету может сидит может сидит макс движуха началась андрея начало движуха халло халло саламчики очень все началась ситуация поехали дорогие друзья уже не помню какой день ремонта что происходит период нашего отсутствия соответственно готовься на интервью готовься на интервью сейчас я к тебе приду значит какой день ремонта уже я не знаю но соответственно дмитрий садич прибыл видит что по фасаду верхнюю часть мы тоже одним условием покрасили загрунтовали собственно говоря сверху там тоже если успею залезу покажу вам тоже прошлись на всякий случай просто дожди сейчас ожидаем и сегодня был больше дожди ожидаем но потом это тоже еще раз говорю все будем исправлять то ли дело роберт у нас смотрите какой молодец я должен не только свою стройку снимать но еще и соседскую понимаете смотрите друзья что такое настоящая семья настоящая семья это когда супруг супруга подготавливает опалубку понимаете а муж выставляет не каждая семья может похвастаться супруга варит понимать а муж уже дальше закреплять объясняю всего пять кубов браться за работу никто не хочет особо понимаете да всем надо как бы объем объем или чтобы заработать поэтому все приходится людям в сочи делать самостоятельно тем более когда руки растут из того места которое нужно поэтому собственно говоря семейный подряд все люди делают все понимаете как могу самостоятельно зато потом если жаловаться то только на себя только на себя поэтому скоро здесь вырастет у нас опалубка потом соответственно вырастет здесь забор и соответственно когда-нибудь вырастет здесь и дорога так ну ладно мы возвращаемся к нашей истории тема пошли будем давать интервью рассказывать людям что у нас происходит здесь пойдем вниз занырнем покажем людям что происходит так с этой стороны тоже покрасили что успели до смотрится все это конечно ужасно но тем не менее лучше чего ты это вот лучше чем вот это так хорошо два момента у нас один из них бассейн потом после бассейна ё-моё друзья мои ощущения и мнение что это не закончится никогда кстати привезли усмас чтобы вы понимали это фильтр фильтр для того чтобы в дом поступала полностью питьевая вода полностью питьевая вода вот артём это тот человек который со временем будет его устанавливать и мы это все тоже будем показывать рассказывать но это отдельная история не знаю куда на это все будет устанавливать вот а пока что мы с вами возвращаемся сюда так аккуратно аккуратно дмитрий садич потихоньку 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 полегоньку потихонечку спускается в наш бункер и соответственно профессионал рассказывать ему сейчас что происходит давайте что ты что ты здесь делаешь вообще объясню раз устанавливаю закладные закладные то есть это у нас скиммер до из нержавейки самый две штуки крутой самый модный стильный молодежный или круче бывает бывают круче но в эксплуатации хуже этот лучше а круче который европейский нет узкие которые идут там широкие но на типа симпатичного да но у этого момент у этого удобно решетка вынимается во первых решетку у него поплавок вот сюда ложится то есть к решетке доступ спокойный есть крак открыл то есть и все отсюда достал да во вторых сам уровень воды уровень воды у него реально держать грубо говоря от нижнего болта и до самого верха пока перелив не сработает да то есть это в принципе очень даже неплохо то есть надо уровень воды скинул там будет где-то по пояс надо там утопился решаемый вопрос да в отличие от которые узкие идут них там ватерлиния диапазон где-то там два сантиметра то есть там не и фильтры не промыть проблематично да хорошо закладные чете здесь еще не холодные форсунки форсунки 6 штук но это сами закладные лицевые уже спрятал до уже спят 4 фонарика кнопки дорогие друзья чтобы у вас было понимание вот один фонарик такой стоит я не помню выбрали по 35 не помню новую эту бассейну это не дешево до 111 друзья нет вот а вы потом говорите дмитрий саныч почему так дорого тогда можно и пластика поставить ради бога можно пластиковые сочи не живут их ультрафиолет сожрет за лето да они во первых по желтеют во вторых впервые первый же год они пожелтеют первое лето во второе лето они сыпутся ночью ну вот друзья кстати вы не видели просто видео показывал здесь еще только у нас макс был в процессе а теперь уже вы можете наблюдать уже готовая работа то что было понимание тем правильно же мы сейчас устанавливать закладные и дальше уже в соответственно заходим на пленку да то есть у нас ставится скиммеры или правильно сказать кемера а дальше соответственно донник до донник гейзер тазик стоит гейзер тоже тазик большой да здесь у нас до донник гейзер и дальше соответственно тазик но все вы увидите наглядно и дальше как бы пленочка в принципе из такого из глобального осталось поставить закладные максим тут лесенку облагородит до наверху борта до 90 сделает он примерно как хотя бы чтобы вот такой тут было да все в принципе все можно на пленку уходить я на борту я думал доведет до ума еще на вот такой вот не годится да я сюда технически могу уголок прибить криво косо станет он не пойдет но он говорил что портал при условии как он стены сделал то есть надо чтобы уголок нормального да ну а так тебя чего устраивается пол это практически идеал пол стен потому что он же здесь дело это потом еще один раз проходится так наливает немножко понял да я вижу то что мы проводим да 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 еще правилами он доделывает здесь как бы хотел быть это не нужно для артема но я когда делала ну ладно все я тебя не отвлекаю и красавчик я тоже здесь еще поснимаю что там ребята в доме творят непонятные какие ответа затеяла плитку поменять курсе и как бы она залезли на какую-то романтика и бы тебя не понимаю что с этим делать но как бы она не сдается мы хотели мы хотели просто поменять плитку а потом оказалось у нас фасад течет по углу и мы тут фасад немножко подкрашиваем короче но и одно другое потянулся и понеслось за так друзья ночью такая вот история нас по бассейну работа идет будем так сказать показывать вам дальше что там артем как и что делать все дальше пошлите в дом но этот угол как вы видите полностью покрасили специальной краской перекрытие покрасили здесь тоже покрасим и дальше тоже собственно покрасили вот вывели трассу кондиционер кондиционер пока вешать не будем но трассу вывели чтобы потом когда штукатурка будет уже в зале дополнительно собственно говоря все это дело не долбить да так ну хорошо хорошо ладно артем занимается бассейном это все равно все надо красить это тоже надо всю гидроизолировать будет потому что отсюда тоже намокает пока временно временное решение потом со времени все равно фасад придется утеплять переделать но пока что временное решение нужно будет это делать так по дому там у нас наверно дикая пыль я ничего особо не покажу ребята работают саламчики саламчики короче ребят сейчас вдохну короче покажу и выйду привет вот и вывели отсюда трассу сегодня ребята полным ходом идет работа она ведь поиску копыли у него работа идет а как будто работы стоит подниматься не буду поверьте на слово работа идет сколько пыли вы не представляете себе ребята сколько там пыли вы даже все не представляете просто ужас сейчас я покажу опять во все тяжкие пошел вот смотрите так что у нас здесь но этот борт тоже покрасили потому что нужно было его покрасить вот видите взяли сверху прогрунтовали на всякий случай вот здесь этот борт тоже обработали грунтовкой чтобы соответственно но вдруг отсюда я подумал может быть отсюда откуда-то все ночью подтекала вот здесь дальше колпаки уже заказал мы против курения колпаки заказал и будем здесь сделать колпаки мы против курения так про дом я уже сказал напоминаю на продажи 224 квадратных метров 5 и 3 сотки земли 28 миллионов с бассейном самый доступный дом в городе сочи 26 миллионов рублей бассейн поменьше дом чуть поменьше земли немножко поменьше но тем не менее тоже есть этот дом этот вы знаете так хорошо с этим тоже разобрались дорогие друзья ремонт это безумно хлопотно и безумно дорого даже не начинаете особенно ремонт себе если кому-то нет проблем а вот себе себе это один о господи вы видите какая-то пыль идет столбом просто вы это видите ли вы не видите такая пыль отсюда просто столбом идет вы нам не видите в живую я вас а вы смотрите это просто оттуда идет пыль так вдыхаем и сваливаем я не знаю какой день ремонта дорогие друзья но в общем андреевна несмотря на погоду условия опять с мастерка сейчас магазина все замечательно погодные условия или на день 8 марта но сегодня до 8 марта не знаю когда ролик выйдет но 8 марта древно встречает тоже строительном магазине посмотрите хотя с 8 марта тебя любимая не видно было 8 марта это тебе уголки так в общем хорошо что еще купила а это что такое но надо потренироваться на цок и тогда хорошо да дорогие друзья две недели а ничего не изменилось прошло две недели андре на суши две недели прошло что-то медленная ремонт чё скажешь почему-то но на самом деле да наши рабочие работают везде и на нас времени не хватает до на этом я думаю подытожим выйдем в эфир следующий раз друзья прошло хоть интересно же когда мы начали ремонт недели две надо и у нас ничего не сделано не везде все сделано вчера только саши там снимали видео сажигать смотрите за три дня сколько вы сделали а здесь получается значит прошло две недели не сделано ничего хорошо хорошо будем думать будем думать ремонт дорогие друзья у себя даже не начинайте бумажные салфетки в карман положил смысле это не важно салфеточка там этот бумажка была я там признание в любви тебе написал как сильно тебя люблю и хотел там сюрприз что там ты прочитала обнял пошел пока пока